Я вас приветствую на нашем вебинаре, на нашей презентации, приветствую наших новичков, наших партнёров, наших кандидатов, те, которые только присматриваются к нашему бизнесу. И сегодня вы услышите о том, что мы делаем в интернете, ведём деятельность, насколько она законна, насколько она перспективна, насколько она проста по сути. И каких результатов можно дать сюда, зачем это вообще всё надо, зачем это нам делать. Я хочу представиться, меня зовут Анна Черна, я в звании исполнителя директора компании, лидер команды «Экспресс-карьера». Наш старт нашей команды пришёлся на 2011 год, и за 5 лет работы в интернете мы доказали эффективность своей системы работы, мы доказали, что действительно работе в интернете быть, и доказали результативность, свою результативность как команды. На данный момент мы входим в десятку лучших команд СНГ на шестое место, и почётно входим в сотню лучших команд мира. В прошлом, я думаю, шли сразу на 31 место, то есть это уже достаточно для того, чтобы нас послушать, да, что делаем, и прислушаться. Лично мои достижения за 2015 год вот такие. Команда директоров увеличилась в 3 раза, доход увеличился в 2 раза, были покорены топы 50 мира, 10 СНГ и топов всей Украины, различные путешествия, успешно проходит автомобильная программа. Это всё подчиняется, наша деятельность, она подтверждается документами. В данном случае у меня есть документ предпринимателя. И, конечно же, я как предприниматель отчитываюсь в налоговой. Все доходы, которые мне платит компания, они отражаются в налоговых декларациях, и, естественно, плачу налоги. Вот такая ещё как бы социальная нагрузка у нас есть. Мы, кроме того, что зарабатываем себе хорошие деньги, мы ещё платим хорошие налоги нашему государству, чтобы всё было хорошо. Наша деятельность, она подпадает под вид экономической деятельности, в частности, в России номер, код экономической деятельности номер 74.8. В Украине это коды деятельности 82.99, 70.22, 73.7. То есть это информационные услуги по ведению коммерческой деятельности. Следование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. То есть вот такая, по сути, информационная рекламная работа, услуги. Мы предоставляем компании, за это нам и платят. За это нам платят. Платят каждому лидеру в компании, независимо от того, какой он в стране находится. Россия, Молдова, Беларусь, Казахстан, Украина, либо это страны Балтии. То есть мы получаем доход в своей стране, в валюте своей страны. Мы все равно оформляемся кашем в своей стране. И вот такая вот у нас международная команда, которая выросла на онлайн-инструментах. Мы имеем удовольствие встречаться на банкетах директоров, на банкетах менеджеров, на различных региональных мероприятиях, которые организовывают компания, на конференциях. То есть мы живем, фактически работаем, общаемся посредством онлайн-инструментов, посредством интернета. Насколько это тренд нашего общества, давайте посмотрим на себя и вспомним. Когда последний раз мы общались со своими друзьями, со своими знакомыми, это было при встрече вживую, где-то на земле, скажем так, либо же это было в интернете, в социальных сетях. Вспоминайте, ваше последнее общение с вашими друзьями, друзьями детства, либо коллегами, это было вживую, или же это было общение в социальных сетях. Да, очевидно, в 90% ответов это будет социальная сеть, это будет интернет. То есть мы уже не можем отрицать тот факт, что интернет вошел в нашу жизнь, он поломил, и с помощью него мы общаемся со своими друзьями, знакомыми, с помощью него мы можем читать книги, мы можем смотреть фильмы, мы можем обучаться, да, дистанционно на каких-то либо тренингах, либо каких-то даже институтах. Мы делаем в интернете покупки, почему бы нам в интернете не зарабатывать, да? Знаете, и эта мысль пришла еще 5 лет назад, и на данный момент активно развивается заработок в интернете. Вы можете наблюдать и в социальных сетях, и в лентах посты различные, либо различные скрины тех людей, которые уже зарабатывают, которые видели эту возможность год назад, два года назад, и на момент они уже с результатом. То есть уже у нас, перед нами стоит задача доказывать, что это работает, как-то убеждать или переубеждать, это не наша задача, это уже очевидно, это очевидно каждому, что это работает. Сейчас наша задача помочь вам организовать нашу работу так, дать необходимые инструменты для того, чтобы вы смогли как можно быстрее, в самые кратчайшие сроки, тоже выйти на свой результат и иметь свой онлайн доход. Тенденция это устойчиво, развитие электронной коммерции, развитие интернета за последние несколько лет, она устойчиво растет и будет расти и дальше. То есть процесс, данный процесс, его уже не остановить. Наша задача влиться в этот процесс, и те преимущества этого процесса использует во благо своей семьи, во благо своего семейного бюджета. И теперь ближе к сути нашей работы. Мы работаем с производителем, то есть мы оказываем услуги производителю товара, рекламные услуги, информационные, коммерческие услуги, мы оказываем товару. У любого производителя, который производит продукцию, у него стоит одна цель – это сбыть эту продукцию, реализовать по сути эту продукцию. Мы привыкли видеть вот такую схему сбыта. Как правило, это через цепочку посредников в магазины, конечно, потребителей. Всю эту цепочку еще сопровождает большая рекламная оценка, потому как данный товар должны знать, который продается в магазин, за то, чтобы его покупали потребители. Он должен быть узнаваемым. Ну и плюс, конечно, это различные наценки посредников, которые сопровождают эту цепочку от производителя до магазина. Можете представить, да, примерно, что с момента выпуска со склада, со склада производителя до магазина, данный товар может дорожать. Два, может дорожать три раза в зависимости от аппетитов, так называемых посредников. Есть другой способ продвижения товара на рынок, да, на конечном потребителе. Это через сеть потребителей. Наша с вами задача будет как раз и строить такую вот самую сеть потребителей. Данная схема, она выгодна. Она выгодна производителю, так как он экономит на цепочке посредников, экономит на рекламе. А реклама – это достаточно огромный бюджет, расход. Это выгодно и покупателю. Он имеет возможность купить товар подешевле. И застрахован от подделок. И, конечно же, производитель таким образом получает лояльного покупателя. То есть ему не надо постоянно тратиться на рекламу для того, чтобы поддерживать интерес покупателей в своей продукции. За счет того, что покупатель имеет возможность приобретать продукцию дешевле, данный производитель имеет лояльных покупателей. На этом, кроме того, на этом можно еще зарабатывать. То есть наш производитель дает, кроме того, что он дает возможность купить товар со склада, со склада производителя, минуя всех посредников и без риска попасть на подделку, мы, наша компания дает нам еще возможность заработать. Каким образом выглядит наш заработок, очень легко показать, как говорится, на пальцах. На самом деле, по сути, смысл нашей работы можно вложить в одно предложение. Но давайте разбираться более детально. Все мы пользуемся. Наш производитель производит такие средства, такие товары, как средства гигиены, косметику, декоративную косметику, белую косметику, да, уходовую, и аксессуары. Итак, скажите, напишите в чате, каждый из вас ежемесячно покупает зубную пасту, шампунь, мыло, гид для душа, пенку для бритья, какой-то, может быть, какой-то кремчик. Ну, очевидно, да, нужно, в принципе, было не дожидаться ответа в чате. Это, очевидно, странный вопрос задаешь. Вот, конечно же, мы покупаем. В среднем наша покупка составляет 1000 рублей, 1000 рублей в месяц. И однажды, придя в магазин, в котором мы являдно делаем эту покупку, видим объявление «Становись нашим постоянным покупателем и приобретай все, что ты приобретаешь в нашем магазине со скидкой 20%. Скажите, такое предложение – это выгодно?» То есть, если раньше за покупку надо было платить 1000 рублей, то сейчас это же пока стоит 800 рублей. Это выгодно? Это выгодно. Мне выгодно. Я становлюсь лояльным покупателем этого магазина. Постоянно хожу в него, потому что мне выгоднее покупать 800, а не за 1000. И однажды, придя в такой магазин, мы видим следующее объявление. Пригласить таких же лояльных покупателей и получать 10% их покупок. Но, по сути, за тот месяц, который у меня не было в магазине, я уже и так всем раз перезвонила и сказала, вот в этом магазине можно купить дешевле. Кто так делал? Кто так делал? Если вы увидите какое-то предложение выгодное в магазине или в какой-то фирме, кто перезвонит, сразу же всем рассказываем, вот иди туда, там выгодно, там классное предложение, там хорошие акции и так далее. Все мы так делаем. По сути, мы и так делаем рекламную кампанию различным фирмам, товарам и магазинам. Ежедневно. Но в нашем случае наша компания нам за это еще и платит. Вот что она говорит. Пригласи таких лояльных покупателей, как ты сам, и получай 10% от их покупок. Давайте считать. 10 покупателей по 800 рублей каждый скупил, 6% получили, 800 рублей заработали. Это выгодно? Следующая покупка остается бесплатно. Это выгодно. Это выгодно вам, это выгодно вашим покупателям. Покупателям, которых вы пригласили, они сэкономили 200 рублей. Но они хотят тоже, даже так же, как и вы, делать покупку бесплатно. Бесплатно. Что они делают? Они повторяют вас, дублируют. И тоже приглашают такие же самые покупатели, как сами. Наша компания в этом случае платит нам 5% от покупок всей группы, независимо от того, вы пригласили этого покупателя, или же это делали ваши партнеры. 5%. Давайте считать. Вы же наверняка посмотрели на слайде. 10 человек пригласили каждый по 10, на 800 рублей скупили. Сумножили на 5%, 4 тысячи рублей заработали. А в данном случае 100 человек в вашей организации. Точно так же эти 100 человек, они всегда тоже хотят по 4 тысячи рублей зарабатывать. Они пригласили еще тоже каждый по 10, на 800 рублей скупили. 5% это 40 тысяч рублей. Россия. 40 тысяч рублей. Это нормальные деньги. 40 тысяч рублей. Это нормальные деньги по нашим меркам. Нормальные деньги. Что сделали? Точно так же, как и прежде. Чистили зубы по утрам, мыли голову, красили реснички, кто-то брился. Делали то же самое, что и делали всегда. Но при этом, спросили еще лояльных покупателей в свою организацию, в свой магазин. И заработали 40 тысяч рублей. Дальше больше. 40 тысяч человек тоже хотят зарабатывать по 40 тысяч рублей. Они начинают тоже приглашать. И в итоге ваш доход зарабатывает 400 тысяч рублей. Но на этом он не останавливается. Вот такая простая схема, такой простой заработок. И насколько хорошо оплачиваемая. Почему компания платит такие большие деньги? Потому как у нее есть. Она сэкономила на цепочке посредника. Она сэкономила большие деньги на рекламе. Вы прекрасно знаете, что за рекламу любой производитель любая компания платит большие деньги. Потому что это дорогостоящее удовольствие. Но не всегда имеет нужный выхлоп, как правило. В этой ситуации мы попадаем в ситуацию выиграл-выехал. Нашему производителю выгодно. Экономит на рекламе, экономит на посредниках. Имеет возможность сэкономленные деньги платить нам за нашу работу. И получает лояльного покупателя. Если вы зарабатываете с компанией 40 тысяч рублей в месяц, вы пойдете в другой магазин? Если вы зарабатываете с этой компанией 40 тысяч рублей в месяц, вы пойдете в другой магазин? Ну что, да. Вот таким образом наш производитель получает лояльных покупателей. Ему не надо постоянно подоревать интерес, размещать рекламу регулярно, да, где-то там в СМИ. Платите огромный бюджет. Он и так получает лояльного покупателя в виде названия. Мы зарабатываем и являемся лояльными покупателями данного магазина, данной компании, данного производителя. компания выгодна. Ну и наша с вами выгода тоже очевидна. 40 тысяч рублей, 400 рублей, это выгода достаточно очевидная. Вот. Но есть условия успешного интернет-магазина, да, не каждый производитель может вот таким образом продвигать продукцию, да, вот таким образом имеет лояльных покупателей. То, чтобы бизнес был успешный, необходимы некоторые условия. Первое из условий, это, конечно же, продукты естественного потребления. Если мне, если мой производитель продает какое-то масло для автомобилей, да, для каких-то, какие-то, может быть, запчасти для грузовых автомобилей, которые мне, ну, в принципе не нужны, да, никогда мне нету грузового автомобиля, и такая покупка мне не нужна. Естественно, я не буду ее покупать. Независимо от того, будут мне платить за это или нет. Наш продукт мы покупаем при любых условиях. Являемся мы лояльным покупателем нашего производителя. зарегистрированы мы в компанию Reflame, да, работаем мы с ней или же не работаем, мы все равно пойдем и купим шампунь, пойдем и купим зубасту и так далее. То есть, продукт естественного потребления, он нужен, необходим каждому из нас каждый месяц регулярно. То есть, нам не надо покупку того, чего нам, по сути, то, чем мы не пользуемся и то, что нам, в принципе, никогда не понадобится. Это продукт естественного потребления. Адекватное соотношение цена и качество. Нам важно, да, мы называем цену товара, которая есть в компании, доступной ценой. То есть, это не дешевая, это и недорогая. То есть, доступная цена, для того, почему то качество, которое предлагает компания, оно даже немного не ценено нашими покупателями, да, наши пользователи, потому что, на самом деле, те товары, наборы, которые у нас продаются по 50 долларов, то и дешевле, а в том же Китае они продаются по 300 долларов. Вот тут у нас есть партнеры из Кипра, они утверждают, что наборы продаются у них за 200 евро, точно такие же, как у нас за 30, за 40, за 50 долларов. Поэтому цена доступная. за то качество, которое предлагает компания. Потому как за каждым продуктом, который компания выпускает в каталог, выпускает на рынок, стоят несколько лет исследований, научных исследований, несколько патентов, какие-то новинки научные. То есть, это не просто вазелина наколотили, да, и отправили, баночку налили, и отправили на рынок. Каждый продукт имеет свою какую-то уникальную составляющую, которая есть только в продукте и по патенту, и использовать его может только компания Reflame. Углубитесь в эту тему, почитайте о наших новых запусках, и вы будете приятно удивлены. Короткий срок оборачиваемости спроса. О чем здесь речь? Представьте, если бы наш магазин, наш производитель продавал нам телевизоры или холодильники. Как часто бы мы делали покупку? Как часто бы мы делали покупку, если бы наш магазин продавал в холодильнике либо телевизор или в стиральной машине, например? Не очень часто, да, раз в пять. В лучшем случае, если повезло, что-то сломалось, телевизор сломался, надо снова купить, да, повезло. То есть редко, да, раз в несколько лет. И бы зарплату получали тоже раз в несколько лет. Это никому интересно. В нашем случае короткий срок оборачиваемости спроса, то есть регулярно заканчивается шампунь, регулярно заканчивается зубная паста и у наших приглашенных покупателей регулярно возникает естественный спрос на данный продукт и, конечно же, регулярно они совершают покупку. Чем чаще делается покупка, тем больше товарооборот и тем больше доход, соответственно. Вот. И ассортимент, охватывающий потребности всех групп населения. То есть ассортимент для женщин, для мужчин, для детей, для низкого ценевого, низкий ценевой сегмент, для тех, кто хочет продукцию подороже, какую-то полулюкс или люкс класса, для мужа, для тех, кто постарше. То есть охвачены все слои населения, то есть каждый человек может быть нашим потребителем, потребителем наших продуктов. Вот. И развитая логистика и доставка, о чем здесь речь. Наша компания, она давно на рынке, у нее есть сеть пунктов выдачи продукции. Это позволяет нам с вами работать в каждом городе, независимо от того, какой он маленький. То есть в любой самый маленький поселок, самый маленький город есть способы доставки. Это значит, что мы можем там из этих городов приглашать партнеров в свою команду. Что еще продает Арифлейн? Мы знаем, мы знаем, слышим, как бы Арифлейн давно на слуху и знаем эту компанию, как компания, которая продает косметику. А на самом деле, это так. Давайте углубляем. У меня на моем слайде написано продают в кавычках, потому как не всегда это продажа как таковая. Это могут быть акции, это могут быть различные программы, стимулирующие спрос. Ну и точно так же можно купить некоторые товары по каталогу пример-клуба. Это часы, это сумки, чемпионы, это различная бытовая техника, это ноутбуки, планшеты, телефоны. Вот сейчас как раз акция проходит с подарками ноутбук, планшет и телефон. Давайте в чате спросим, что у вас есть у Пани дома, какая бытовая техника, помимо помады и тушек, что вы успели приобрести в процессе работы себе в домашнее хозяйство. Еще такой момент, почему мы работаем под брендом Арифлейн, почему нам взять и не задать какой-то свой интернет-магазин и его успешно продвигать. простая причина, мы хотим работать легко, мы не хотим различных сложностей. Видите эту схему у меня на слайде, это схема продвижения продукции начиная от производства, логика, маркетинговые какие-то, склады, что там еще. То есть я даже не вникала, я нашла эту схему, я ужаснулась, хочу показать вам, и хочу сказать, что вы можете про нее забыть. Потому как весь этот процесс контролируется компания Арифлейн, то есть производство, формирование сбор газов, транспортировка логистика, сбор оплаты, контроль оплаты, поддержка сайтов, маркетинговая поддержка, которая стимулирует спрос, какие-то маркетинговые исследования, различного рода ответственности, контроль и законодательств это все обязанности нашей компании. То есть у нас в этих процессах голова не болит, они работают как часы, контролируются штатом сотрудников компании. Наша с вами задача, вот такая наша приятная функция, наша с вами задача, находить потенциальных покупателей, в данном случае мы делаем это через интернет, способов много, вы о них всех узнаете. Дальше, у каждого из нас есть личный кабинет на сайте компании, в этом личном кабинете ваши партнеры, которые будут к вам присоединяться, могут самостоятельно размещать заказ, получать его в городах, в пунктах выдачи по месту проживания, контролировать отчеты в режиме онлайн, то есть если у вас вы зарегистрировали партнера, если кто-то из ваших партнеров, из вашей команды провел регистрацию, пригласил кого-то в свою команду, вы все это видите, буквально через минуту, даже если у вас зарегистрировался новый партнер в другом конце страны, вы все видите у себя в отчетах, походите, посмотрите в разделе бизнес, управление структуры и там много отчетов вам будет интересно. Дальше, каждый из нас самостоятельно может реализировать новых партнеров в свою команду, тоже через личный кабинет. В личном кабинете вы увидите информационную поддержку, это и размещение различных новостей от компаний, акций, это раздел обслуживания, в котором очень понятно и доступно написано, как получить заказ, как его оформить, как его оплатить. И самая приятная функция это контроль вознаграждения, то есть по мере того, как в вашей сети покупателей будет расти товарооборот этой сети, растет доход и вы можете его контролировать в личном кабинете, тоже очень интересно наблюдать. В течение трех недель наш отчетный период, три недели каталожный период, по мере того, как набирается товарооборот вашей команды, растет вознаграждение и буквально каждую минуту, каждую секунду меняется. И условия, мы говорили, что мы приглашаем покупателей в свою организацию, такие же самые, как мы с вами, но должны понимать, что можно пригласить тысячу таких же покупателей, тысячу партнеров, но если не делаются заказы, смысла в этой деятельности нет. Нам можно пригласить тысячу человек, если заказов ноль, то тысяча умножить на ноль, товарооборот ноль, а раз товарооборот ноль, то и доход соответственно тоже ноль. Поэтому условия личного потребления это обязательное. И здесь тоже надо понимать, чем выше личное потребление каждого из нас, тем больше групповой товарооборот. Есть разница, если у вас в вашей команде 10 человек сделали заказ на 100 рублей, товарооборот вашей команды 1000 рублей, или же эти же самые 10 человек сделали заказы на 3000 рублей или 4000 рублей. То ваш товарооборот команды в 3-4 раза больше, соответственно доход тоже в 3-4 раза больше. Мы в начале вебинара сказали, что наш бизнес международный, мы можем развиваться в любой стране, в которой есть Арифлейм, и в компании принята условно единица, для того, чтобы не путаться с валютами, с курсами валют, которые каждый день меняются, принята условно единица балл-бонус. Каждый продукт имеет определенное количество баллов, в зависимости от его ныне. Допустим, мыло 1 или 2 балла, зубная паста 3 балла, баллус или туалетная вода это 10 баллов приблизительно. То есть, если я делаю покупку, покупаю туалетную воду, зубную пасту, мыло, то моя покупка весит 55 баллов. Точно так же и у каждого партнера моей команды. Каждый заказ, который размещен на сайте в личном кабинете, весит какое-то количество баллов. Эти баллы по всей цепочке, по всей организации, они вверх к вам, и согласно набранных баллов платится процент комиссии. Есть определенная градация процентов. Более подробно вы еще услышите на наших вебинарах по маркетингу. Если в моей команде три человека, и каждый из нас сделал заказ на 50, то три умножь на 50, равно 150, и уровень процента комиссии 3 процента. точно так же, если в команде 10 человек на 100 баллов поместил заказ, то 10 человек умножить на 100, это 1000 баллов, и комиссии 9 процентов. То есть, очевидно и логично, что чем больше товарооборота организации, чем больше товарооборота команды, тем больше ваш процент комиссии, соответственно, больше доход. На каждом уровне мы брали приблизительный, на каждом процентном уровне приблизительный уровень дохода. Вы можете видеть на слайде отскриньте его. Так, отскриньте его, я не все на меня подвисла. Так. Слышно, картинка подвисла, я не сориентировалась. Так, чем выше ваш процентный уровень по комиссии, тем выше ваш доход. Так, что происходит, наверняка, обратили внимание, что максимальный уровень это уровень 22%, либо уровень 24%. что происходит, если команда, ваша организация выходит на этот уровень, как дальше считается весь процесс. Так, дайте я, наверное, перегружу. перегрузили, и сейчас включу презентацию. мы строим структуру, организацию своему будем определенным образом. А сейчас покажу, слайдик поймаю, покажу вам, каким образом. Для того, чтобы ваша организация, ваш бизнес был стабильным, мы будем строить структуру в глубину. То есть, сначала строится первая потребительская группа, каждый раз подписывая своего нового партнера в глубину, вы тем самым помогаете себе, помогаете и вашим партнерам, которые к вам присоединились до этого. Зачем? Ну, во-первых, миссия нашей команды помогает заработать, другим заработаешь сам, а во-вторых, таким образом мы помогаем нашим новым партнерам, выйти быстрее на максимальный процент комиссии и быстрее начать зарабатывать. То есть, это выгодно и вам, потому как баллы стекаются, и к вам тоже, это и выгодно вашим партнерам. Опять же, если партнерам выгодно, то лояльность ваших партнеров повышается. Как только первая группа выходит на 9 стабильных 12%, у нас есть активные партнеры такие же самые, как и вы, она дальше развивается уже, в принципе, без вашего активного участия, особого, главное убедиться в том, что там действительно есть те люди, которые работают, вы начинаете строить вторую, самую потребительскую группу. Чем больше у вас такие группы и строена, тем больше ваш доход. Чем больше ваш доход и тем выше вы по первой лестнице. Пожизненно вы получаете 5% от товарооборота каждой структуры, то есть каждой такой выстроенной группы. Если у вас две группы, вы звание золотой директор, единоразовая премия 2000 долларов, три группы, это старший золотой директор и 3000 долларов премия, четыре группы сапфировый директор и бриллиантовый директор и 4-6000 долларов премия единоразовая соответственно. Вместе с количеством групп и растет ваш доход. Дальше можно расти группы, вы можете вырастить как две группы и довольствоваться тем доходом, который есть на этом уровне, думал, что вырастить 22 группы либо 102 группы, здесь не ограничено. В чем прелесть? Нет потолка финансового, никто не скажет, вот тебе оклад 100 долларов и будьте этим доволен. Здесь кто как работает, столько и зарабатывает. Хотите больше, стройте больше групп потребительских и зарабатывайте большие деньги. Меньше чем на уровень бриллиантового директора не соглашайте, потому как золотой директор хорошо, миллион рублей в год заработок неплохой, но поверьте, три миллиона лучше. Согласны? Это теория, и мы хотим показать вам на деле факты. Это скрин интернет-банкинга лидера из Украины. В тот момент, когда делался скрин, у него было три группы потребителей и доход. Доход 23 тысячи гривен, 26, 24. Для других стран поясняю, это приблизительно тысяча долларов за три недели по актуальному курсу. Украина, скажите, 23 тысячи гривен доход за три недели, это нормальные деньги вообще? это не то, что нормально, не каждый началь дела, не каждый директор предприятия получает такие деньги у нас в этой стране, в нашей стране. Это наша реальность, да, и я хочу показать реальность, которая есть, да, и которая, в принципе, нас окружает, слава богу, это уже не наша реальность, вот, и вас не пугает перспектива искать работу всю жизнь. Вот такой вопрос. В один момент я прекрасно поняла, что сегодня я у вас требованный специалист, хорошая заплата, да, но по мере возрастления и обращая внимание на объявление трудоустройств, по трудоустройству, вакансии, я обращаю внимание, что требуются сотрудники до 35 лет, требуются сотрудники до 40, до 45 лет, извините, до 60, еще жить и жить, 60 лет, еще 20 лет, от 40, до 60, что делать? Настоя на низкоквалифицированный труд, я не хочу, у меня высшее образование, хороший опыт работы, не самый плохой опыт работы, не самые плохие должности за плечами, вот, почему на 40 лет, извините, еще самый пик жизни, почему должен даться на какой-то несквалифицированный труд и на ту зарплату, которую мне готов платить работодатель, конечно же, меня это пугало, вот еще такой факт, я открыла первый ваше сайт по трудоустройству в интернете, обратите внимание, резюме и вакансии, резюме, почти миллион, резюме и 16 тысяч вакансий, как вам такое соотношение, конкурс на художесть 50 человек, это просто зашкаливает, по-моему, и вы не можете со мной не согласиться, что с каждым годом ситуация в странах все хуже и хуже, безработица растет, производство падает, фирмы падаются, сокращение, увольнение, урезают зарплаты и так далее, все подобные прелести, и если за последние 20 лет ничего не поменялось, то какие шансы, что если 20 лет что-то поменяется вообще на жизни, на рынке жизни и в реальности и так далее. Вот, еще один такой момент, мне, честно, я когда увидела эту вакансию, хотелось разрыдаться, потому как главный бутерн, это, извините, не самая такая простая должность, на нее надо учиться, надо иметь опыт работы, надо следить законодательство, надо, если ты ошибся, то тебе идут по шапке, и штраф выпишу, да, это в лучшем случае, а то еще и у Галушина какая-то светит. Уровень зарплаты тысячи гривен, для других стран поясня, это 100 долларов, то есть надо было выучить за пять лет в институте, надо было шесть лет нарабатывать опыт, надо постоянно следить за законодательством, быть в курсе, и постоянно меняющий законодательство, это, поверьте, не самый простой труд, тем более, что там это написано, но к нему всегда бывает поправок, и не буду подробностей, то есть 10 лет надо для того, чтобы зарабатывать 100 долларов. Слов нет, одни буквы. Вакансия по России я взяла, чтобы баланс соблюдать среди стран, коммерческий директор, хорошая зарплата 100 тысяч рублей, его расклад, опыт работы три года, и наш лидер Юлия Каратаева из России. Та же самая зарплата 100 тысяч рублей с хвостиком, четыре группы у нее примерно было, когда она делала этот скрин, напишите в чате, оценивая свой опыт, оценивая свою квалификацию, свое образование, на этом чате, что для вас более реализуемо и проще, занять должность коммерческого директора какого-то предприятия или чистить зубы по утрам и работать в интернете, создать свою организацию, что для вас проще? занять должность коммерческого директора или сидеть в интернете чистить зубы и приглашать друзей на свою страничку в социальных сетях, что проще? конечно, в интернете. И все больше и больше людей понимают и все больше и больше людей приходят в нашу команду, зарабатывают вместе с нами. Вот так растет доход. Так растет доход. Это скрин, это мой скрин 2012-2013-2014 год. На этом скрине показано полтора года. Полтора года и обратите внимание, если мелко видно лупа с плюсиком в правом верхнем углу, обратите внимание, доход на этом скрине видно с 9000 гривен, в принципе валюта неважна, хочу показать именно тенденцию роста, и до 90000 гривен. За полтора года зарплата выросла в 10 раз. А у кого еще за полтора года, ну пусть не последний, но вообще в целом, за полтора года зарплата выросла в 10 раз. Есть такие? Лидеры Арифлэм молчат. На обычных работах, я имею в виду. Вот. Ну, кроме как у лидеров Арифлэм, больше ни у кого, да. Ни один работодатель не стремится платить больше, они платят ровно столько, сколько люди готовы работать. Если средняя оплата труда в городе составляет 100 долларов, никто не заплатит больше. Насколько бы ты умным и какого бы у тебя опыта не было. Это реальность. Я только слышу из окружения, что то уволили, то сократили, то урезали зарплату, то не дали объясненную время, то уволили и дали исключительно белую зарплату в конвертах, зажали. Вот. И ни разу еще не слышала, чтобы кому-то подняли зарплату. Так, то, что здесь деньги есть, мы уже поняли, каким образом они отсюда вам забираются. Так, нам важно. Мы выбрали компанию, которая честная до масла кости. Она честная как с клиентами в плане качества продукции, как с нами, с партнерами, в плане того, что сколько обещала, столько платит. И с законодательством с той стороны, которая работает. То есть налоги платятся, оформление исключительно по закону. Никаких там теневых, полутеневых схем это табу для нашей компании. И для нас это важно, потому как мы хотим потратить свое время, свои силы и не оказаться у разбитого корыта, да, с какой-то теневой компании, которая уклоняется от налогов, а потом у нее проблемы с контролирующими органами. Нам это не надо. Мы хотим, чтобы наша компания была все правильно и все по закону. Поэтому деньги выплачиваются нам как по договору как предпринимателям. Почему компания с нами сотрудничает как с предпринимателем? Во-первых, налоговая нагрузка в разы меньше. Предприниматели платят 5-6% единого налога, в то время как наемные сотрудники платят минимум 13%, это в 3 раза больше. Плюс ко всему на зарплату на сотрудников начисляется пенсионный фонд 20-30%, то есть со всех начисленных числений общей суммой где-то 50%. Вы хотите 50% отдавать со своего дохода государству? Думаю, что таких нет. Поэтому предприниматели мы и платим 5% единого налога. Плюс ко всему мы платим пенсионный фонд, он фиксированный, 9-100 ривен квартал это по Украине 5000 рублей, это платит пенсионный фонд. Начисляется пенсионный стаж и пенсия по возрасту нам всем обеспечены. Идти завтра оформлять предпринимательство не надо, бояться предпринимательства тоже не надо. Идите вокруг и посмотрите, кто ездит на дорогих машинах, имеет хорошие квартиры, ремонт, имеет возможность отдыхать за границей, хорошо одеваться, хорошо питаться, обеспечивать свои обучение. деньги. Как правило, это те люди, которые занимаются каким-то бизнесом, либо какие-то топовые руководители. Но мы с вами уже посмотрели реальности в глаза и поняли, что стать каким-то топовым руководителем на предприятиях для нас, оглядываясь на наши знания, познания, обучения, квалификацию достаточно сложно. Намного проще стать интернет-предпринимателем. Поэтому те, кто может себе позволить достойную обеспеченную жизнь, как правило, это те люди, которые предприниматели. Поэтому предпринимателем надо стремиться быть. Завтра эти предпринимательства вам не надо. У вас после регистрации вы получили свой личный номер, номер консультанта. Помните номер консультанта дату рождения. Этот номер вы можете передавать своим детям на правах дарения, на правах ведования. Вместе с ними, естественно, всю организацию, которую вы до этого построили. Потому что дети будут получать доход с нее, независимо от того, работаете вы, или они работают, или нет. Проходите стажировку, обучение. Обучение бесплатное. Все инструменты, материалы, которые вам понадобятся, тоже бесплатно. Поэтому как вы приходите к нам зарабатывать, а не тратить. Поэтому все, что от нашей команды мы можем дать, мы даем бесплатно. У вас все получается, ваша организация растет. Вы видите в своих онлайн-отчетах, что ваш доход тоже растет. Доход растет достаточный для того, чтобы вводить его на расчетный счет. Вы здесь определяете сами. Видите, что 100 долларов уже приходит регулярно каждый квартал, начисляется достаточная сумма для того, чтобы начинать оформлять предпринимательство и выводить деньги через расчетный счет. То есть вы этот момент определяете сами. Если нет какого-то условия, что только выйдя на уровень 22-24, до момента оформлять предпринимательство. Раньше нельзя. Можно. Когда вы сами видите эту потребность, вы ее оформляете. Если вы уже предприниматель, добавляете коды деятельности, которые были озвучены у нас в начале вебинара, и точно также оформляете договор с компанией, подписываете, и деньги выводятся на расчетный счет. Так. До оформления предпринимательства все начисленные доходы числятся на вашем номере консультанта в истории заказов. Вот здесь выделена скидка, это накопленные деньги до момента оформления предпринимательства. Как только предпринимательство оформили и договор с компанией заключили, эти деньги выводятся на расчетный счет. Компания сразу же только получила ваш договор, по закрытию каталога переводит ту которая у вас накопилась на номере, на ваш расчетный счет в банке. До оформления предпринимательства вы можете использовать свой накопленный доход в оплату заказа, как товарную скидку. То есть, если у вас заказ составил 6 тысяч рублей, то с скидки дохода с вашего списывается примерно половина. Вы платите половину заказа наличными, а остальное списывается со скидки. Это выгодно. Как только у вас есть доход, каждый следующий заказ вам приходится дешевле. Если вы при этом еще продаете и делаете большие заказы, то вы можете обналичивать, у вас останутся еще деньги в кошельке. У любого нашего новичка, как только он понимает всю эту перспективу, загорается и видит, что здесь действительно большая отдача за вложенный труд, у него появляется сразу же первая фобия. А хватит ли мне людей? Утверждаем, что хватит. Вот здесь приведен небольшой расчет по своей стране. Вы можете сделать расчет с ТАНИ, используя эту формулу. Давайте разбираться. За 20 лет компания, развиваясь на рынке, заняла всего лишь 8-10% рынка. То есть это говорит о том, что только 10 человек из 100 пользуются продукцией. Если компания вырастет еще хотя бы на 4%, то, во-первых, это еще 10 лет работы, а во-вторых, это еще колоссальный товарооборот. 46 миллионов населения умножили на 4%, получили почти 2 миллиона. Это 450 тысяч семей при условии 4 человека в семье. Средний заказ 150 баллов мы взяли. Что такое 150 баллов? Купили витамины маме, папе и купили, если два ребенка, купили витамины детям. Даже еще не успели помыться. 450 тысяч умножили на 150, получили 67,5 миллионов баллов. Разделили на среднюю директорскую группу 10 тысяч баллов, получили 6750 директоров. Таким образом, мы можем утверждать, что рост доли рынка на 1% дает нам 1700 директоров. 1% 1700 директоров. У нас с вами сегодня 350 человек на вебинарной комнате. Это каждый из нас стал старшим золотым директором. То есть сами стали директорами, еще по 3 директора в организации. Старший золотой директор – 3000 долларов. Доход, как у Лены Корнеевичева, 1000 долларов в 3 недели. Вот это рост доли рынка. Мы имеем возможность расти до 100% занимать долю рынка. И у нас еще есть страны, которые здесь научительные в этом расчете. То есть если компания разовьется до 80% рынка только в одной стране, это 135 тысяч директоров. То есть работа еще не в початный край. Мы проработали 5 лет в интернете. На данный момент у нас 570 директоров. За 5 лет только 570 директоров. То есть наработать 135 тысяч директоров – это и работать, и работать. И по поводу реальности. Реальность, она у каждого сам. Что вы для себя решите, это будет исключительно ваша реальность. Если я решила, что здесь нет возможности для развития, закрылась от этих возможностей, то понятно не развивать. Потому что если я решила, что здесь нет возможности развиваться, то я и ничего не делаю. То же самое время, другие приходят в компанию, приходят сегодня, приходят через полгода, через 5, они видят возможности, они развиваются. То есть определитесь, какая ваша реальность. Компания стабильная, компания давно на рынке. Это ее плюс. Потому что тем самым мы можем быть уверены, о том, что эта компания была 20 лет и будет еще несколько раз в 20. Это компания, которая пережила кризис. И не каждая компания, особенно новая, которая приходит на рынок, не каждая компания может пережить кризис. Наша компания имеет опыт переживания кризиса. Это 1998-2008 и перманентный кризис, который тянется у нас несколько лет. Работаем, рынок держим. И, придя в 2011 году, казалось бы, компания известная, и кто-то, возможно, решил, что здесь нет возможности развиваться. В то же самое время пришел кто-то другой. Вот 2011-2015 каталог, 7000 баллов групповых, и через 4 года тот же 15 каталог, но уже 2015 года, и 2 миллиона бонус-баллов. То есть кто-то решил, что нет возможности, и он не развивается, а кто-то решил, что здесь есть возможность, и в итоге 2 миллиона баллов в организации за 4 года. То есть пройдет еще 4 года, и по 2 миллиона баллов будет у каждого из вас в вашей организации, если вы решите, что это возможно у вас. Вот еще такой момент. Большой плюс нашей компании в том, что ваш турнир попадет. Я проработала 6 лет на различных предприятиях, и после того, как меня оттуда уволили, ни одна компания, ни одно предприятие не платит. Да, 3 предприятия, каждому из них посвятила 2 года жизни, но как-то после увольнения они не платят ни мне, ни моим детям мою зарплату. Здесь, в компании Арифлэйн, как только вы выходите на уровень золотой деревьев, у вас включается пассивный доход. Это значит, что независимо от того, работаете вы или не работаете, золотой деревьев – это 2 группы. Работаете вы или не работаете, доход платит, пока ваша организация работает. Доход вам платится по умолчанию. Если вы делаете, доход платится по умолчанию. И, соответственно, вы этот доход передаете, ежекаталожный, передаете и своим детям на право дарения, либо на следование. Высокий стандарт этики мы уже проговорили. Этика по отношению к клиентам, качества продукции, по отношению к партнерам, сколько заявили, столько выплачивают, по отношению к государству, по отношению к окружающей природе. То есть во всем, что делает компания, вот эти как раз на линии проходит. Саморазвивающийся бизнес. В чем он проявляется? Там вы пригласили людей, для чего? Вы приглашаете в команду людей, для того, чтобы они приходят, чтобы заработать. Соответственно, они это делают. Каждый новый партнер, который приходит, он стремится зарабатывать. Тем самым, развивая свои структуры, они развивают им еще. Практически без вашего участия. Это достаточно глубокая структура. Вам важно научить и вывести на опыт тех людей, которые вы приглашаете первых своих. Передать опыт, да, дальше они уже по цепочке учат своих партнеров и так далее. Бесплатные путешествия три раза в год. Это страны Европы, это не просто там Чехия, Польша, Франция, Испания, Италия. То есть, достаточно дорогие страны. Это Арабские Эмираты, это страны экзотические, в Сингапуре, вот были мы буквально два года назад. Это шесть автомобилей класса «Люс» бесплатно. Если вы достигаете по достижению определенного уровня, вы получаете автомобиль в пользование с последующим правом передачи собственности. То есть, на три года, допустим, «Вольва» используется в пользование, три года проходят, вы получаете этот автомобиль в собственность. А «Мерс», «Мерседесы» с уровня президента вообще сразу дарятся. То есть, и это автомобили класса «Люкс», не просто там какой-то «Таври» или «Део», да. Вот, и, конечно же, это «ВИП-признание». Тебя хвалят, все, что сделал, вышло на уровень директора, похвалили, вышло на уровень менеджера, похвалили. Почетствовали, да, на различных мероприятиях. То есть, это все тоже приятно, и это добавляет такого интересного драйва в жизни. Вот, но если здесь платят большие деньги, они платятся не просто так. Они платятся действительно тем людям, которые их зарабатывают, а не числятся компанией. Поэтому для того, чтобы построить большую организацию, необходимо приглашать много партнеров. Ну, это понятно, это логично. Есть разница, какая организация будет быстрее развиваться. Той, которая приглашает 5 новичков, 5 новых партнеров в месяц, или та, которая приглашает 5 новых партнеров в неделю или в день. Понятно, что вторая быстрее будет развиваться. То же самое касается заказов и личных заказов, о которых мы уже сегодня говорили. Нам построить организацию тысячу, десять тысяч, сто тысяч человек, но если никто из них не делает заказы, то теряется смысл вообще этой всей деятельности. Ну, мы, например, не хотим, чтобы вы так бестолково работали и ничего не зарабатывали. То есть активность, по поводу активности. Поверьте, здесь нет начальников, это бизнес. Хочешь зарабатываешь, хочешь не зарабатываешь. Если хочешь зарабатывать, будь добр, делай этот бизнес, будь активен. Общение с людьми важно. Если нет общения, у вас растет структура, но нет команды. Если нет команды, бизнес временный. Важно налаживать личные отношения с людьми, вам с ними, в конце концов, шампанское пить, на банке задним столом сидеть. Поэтому сразу налаживайте дружеские отношения. И по поводу развития. Часто привожу этот пример на вебинар, приведу и вам, кто не слышал. Есть разница. Есть два парикмахера. Один стрижет одну и ту же стриж под машинку, другой знает различные стрижки, умеет выбрать интересный рисунок, следит за модными тенденциями, может предложить клиенту какую-то интересную модную прическу, модную стрижку. Кто из них будет больше зарабатывать? Кто из них больше будет зарабатывать? Конечно же, второе. То же самое и в нашем бизнесе. Нам важно становиться профессионалами. Это не за один день делается. И нормально, что вы приходите и начинаете с нуля. Следующее обучение. Три вебинара в день. Обязательно посещать. Особенно вебинары по рекрутированию. Это первый навык, который вам понадобится освоить. Это рекрутирование в интернете, приглашение людей в свою команду. Мы с вами будем осваивать навык лидерства. Это уже под моим личным руководством. Кто кого вы освоите, рекрутирование. Рекрутирование, приглашение людей в команду вы осваиваете с помощью вебинара. И при наставничестве вашего спонсора. Дальше уже по лидерству. Это ко мне на обучение бесплатно. Опять я не беру деньги ни в том случае со своей командой за обучение, за потраченное время. За консультацию. Это все бесплатно. Вместе учимся. Растем лично, нарастем лидерски. И зарабатываем хорошие деньги. И правда жизненно. Это была правда бизнеса. Правда жизненно. Если не сделаем этот бизнес мы, его сделают другие. Процесс не остановить. Процесс будет развиваться. Наша задача быть в центре этого процесса. не сторонними наблюдателями праздника жизни, а в середине этого процесса. Потому как придут люди сзадо, придут люди после сзадо, придут через месяц, полгода, через год, через пять лет. Наша задача, чтобы они пришли в вашу команду. Старайтесь сделать все для того, чтобы это произошло. Время не ждет. Наверняка есть те люди, которые мы предлагали еще два-три назад, которые не рассмотрели эту возможность. И сейчас могут произнести очень такую... ...которую мы слышим часто. Надо было начинать раньше. Но на самом деле, я уверена, что через пять лет человек в компанию и сделает уровень тоже президента. Поэтому начинайте сейчас. Будьте активным участником этого процесса. Поверьте, это очень такая... ...золотая жила мы еще ее называем. Это действительно перспективная деятельность. ...простая, а убирайте себе типы, потому как вложений здесь нет. Как бы вам не хотелось притянуть чистку зубов под вложение. На самом деле, мы зубы чистим, независимо от того, находимся мы в этой компании или не находимся. Если мы в этой компании приглашаем людей, то нам за это еще и платят. Плюс ко всему, труд, который мы здесь затрачем, труд, который, знаете, коэффициент полезного действия здесь зашкаливает. Потому что еще никогда таких денег не платили за обычное плацание в интернете, по сути. Здесь зарабатывают не умные и не первые, а здесь зарабатывают те, кто настойчивые. Настойчивые, настойчиво строим бизнес. И если вы не сдаетесь, то вы увидите, как сдаются другие. Интересная, хорошая фраза, мне нравится. Поэтому я вам желаю именно запасить настойчивостью, терпением и довести, сделать этот бизнес, потратить 2-3 года жизни, сделать этот бизнес и наслаждаться жизнью, получая хороший доход, а обеспеченный жизнью, потому что вы этого достоин. Мы живем для того, чтобы, работаем для того, чтобы жить, да, а не живем для того, чтобы работать. Обучайтесь, стремитесь и наслаждайтесь результатами своего труда. Если у вас вопросов нет, то я сейчас готова уже закончить. Через час у нас вебинар по личностному росту, по смене мышления. Это тоже важно. Иногда, наверное, лет 5 назад или 7, слушаю выступление лидеров Айфлэем на сцене, высоких именно лидеров с уровнем бриллианта и выше. И часто слышала фразу «меняйте мышление». Если что-то не получается, меняйте мышление. Я думаю, да что же это за ерунда такая, меняйте мышление, меняйте мышление. Скажи, что надо делать, как, да. Но на самом деле, по мере того, как я росла по личностному успеху, я начала понимать, что имеют в виду эти лидеры, когда говорят «меняйте мышление». Потому что действительно вот то подсознание, вот те установки, которые у нас есть в прошлой жизни, они действительно могут нам, мы сами того не замечаем, да, могут нам делать какие-то препятствия. Поэтому менять мышление мы с вами тоже будем. Для этого нам в помощь вебинары по личностному росту, по пятницам, которые у нас регулярно запущены на регулярной основе. Три часа по Москве. Приходите в эту же комнату, по этой же ссылке. Точно так же и вебинар по рекрутированию. Шесть часов по Москве, в эту же комнату, по этой же ссылке. Всем удачи, всем пока.